В Угличе 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 с увеличением мощности и расширением его сортимента, ну и ряд других проектов. Вот такой договор, вернее, проект договора по таким инвестициям и был направлен, согласованный с администрацией района, и был правильный муниципального округа Гугельского и направлен к губернатору для рассмотрения и потом дальнейшего подписания между президентом Академии и губернатором области. Ну, естественно, эти проекты будут выполняться так, в два этапа. На первом этапе это технико-экономический и маркетинговый анализ каждого из проектов с их разработкой бизнес-планов, предпроектная такая проработка и исследование. И второй этап – это поиск и привлечение инвестиционных вложений для реализации этих проектов. Ну, какие проекты удастся реализовать и привлечь инвестиции, это покажет уже будущее, как только подпишем мы вот такой договор между губернатором и Россельхозакадемией. Но уже один из этих проектов – это строительство экспериментального завода розовой минеральной воды на сегодня уже реализуется. Этот завод будет построен на территории, или будем говорить на землях, которые отданы в пользование санатория-профилактории и на базе той скважины минеральной воды, которая там имеется. Мощность его приблизительно будет где-то 27,6 миллиона бутылок в год, полуторалитровых. Оборудование для подготовки воды, обработки и подготовки к розливу – это будет отечественное. А само оборудование по приготовлению бутылок у купорки – это будет импортное оборудование. А чем-то будет вода отличаться от нашего завода? Ну, в принципе, вот анализ этой воды, он и до этого показывал, что есть определённые небольшие, конечно, отличия. Ну и вот по заключению французских специалистов, которые были привлечены, и пока ещё вопрос не снят, как одними из инвесторов, они брали воду и ту, и ту на анализ во Францию. Ну, во-первых, они всю воду углической относят к одной из лучших вод Европы, ну и считают предпочтительной именно воду, которая идёт из скважины, которая на территории садатуры и профилактория. По минеральному составу. Это, может, не к вам вопрос, но тем не менее, когда мы сможем вообще попробовать? Ну, её можно пробовать уже сейчас, поехать в санаторий, потому что скважа из скважины, вода льётся и просто выливается в Волгу, потому что скважину совсем закрыть нельзя, иначе она заилится. То есть всегда на сегодня санаторий использует её для лечебно-профилактических целей, и она просто сливается в Волгу, не используется. Вообще это преступно, потому что такая уникальная вода, как углическая, не идёт на стол, так сказать, российского покупателя, нас россиян, а просто стекает в Волгу. Какая ваша доля участия вот в этом проекте? Ну, трудно сказать, на сегодня институт имеет пока предварительно 10%. А какие-то вот химические анализы, что-то это вот вы готовили, или же специалисты из Франции приезжали? Нет, ну, вообще состав минеральной, так сказать, воды определялся с бактериологической лабораторией, это в Ярославле. Это они просто брали для своего внутреннего, будем говорить, контроля, оценки этой воды на предмет перспективы вложения своих инвестиций в завод минеральной воды, который здесь планируется строить. То есть они определяли, можно ли идти на риск вкладывания своей инвестиции, и можно ли затем эту воду, допустим, экспортировать в Европу. Они пришли к такому воду, да, что вода будет пользоваться спросом не только у нас в России, но и в Европе. То мы являемся как бы конкурентом действующему заводу минеральной воды. Я хотел сказать, что это не так. Почему? Из-за сложившегося ситуации в экономике, вы знаете, что объемы производства лечебно-профилактических вод резко упали. И в этой ситуации произошло то, что рынок сбыта по этой группе товаров заняли западные европейские фирмы, такие, как из Франции, Италии. И это несмотря на то, что качество продукции, то есть этих минеральных вод, их гораздо ниже, плюс еще транспортные расходы значительные. Тем не менее, вот в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Москва, они заняли до 80% объема реализации лечебно-профилактических минеральных вод. А в то же время отечественные заводы по розливу минеральных вод работают на 20-30% от своих производственных мощностей из-за роста энергоносителей, устаревшего технологического оборудования и отсутствия инвестиций. Мы рассматриваем строительство этого завода не как конкуренцию нашему, уже существующему, а наоборот как партнера, который поможет завоевывать или возвращать рынок российскому производителю или российским заводам по розливу минеральных вод. То есть вдвоем-троем сражаться всегда легче, чем одному заводу, который существует, тем более там оборудование действительно все-таки довольно изношенное. И более того, мы же прекрасно знаем, что рынок сбыта минеральной воды по России, он просто не ограничен. Сейчас все равно трудно найти воду минеральную угольческую в Москве, в Питере, наверное, вообще невозможно, а уж не говоря об областных других городах. Если брать вообще Россию в целом, то можно здесь еще ни один завод построить и все равно воды не будет хватать, тем более такой уникальной, как угольческая. Виктор Петрович, если вот не секрет, это вот касается минеральной воды. Вначале вы говорили о льнозаводе и мясокомбинате. Если можно, поподробнее чуть-чуть. Или это еще нельзя говорить? Ну, я думаю, пока нельзя, потому что это на стадии согласования этих проектов, хотя они получают одобрение и администрации муниципального Круглского и предварительные в общем-то согласования в области есть, но пока договор не будет подписан, пока не будет бизнес-план разработан по каждому этому проекту, чтобы можно было на основе уже анализа или выводов по бизнес-плану есть перспектива реализации этого проекта и насколько он эффективен, прежде чем привлекать инвестиции. То есть бизнес-план должен показать эффективность реализации этого проекта. Но пока бизнес-планы не разрабатываются по тем проектам, идет, будем говорить, пока анализ такой маркетинговый и технико-экономический вот такой анализ предварительный по каждому проекту. Хотя, конечно, в общем-то, это такая оценка предварительная, но тем не менее очень выгодная и необходимая для нашего района развития или реализации этих проектов. Все-таки вы планируете с привлечением тоже иностранного инвестора работать? это не обязательно, потому что иностранный инвестор, если он будет вкладывать, то это будет его какая-то доля, и они стараются ее иметь как можно больше. Это значит, часть прибыли будет уходить иностранным инвесторам. я думаю, нас достаточно нуждая богатых своих инвесторов, которые и различные фонды, которые проявляют уже интерес к вот этим именно проектам. И сейчас работают и Россельхозакадемия и Агровнешнаука как по поручению Россельхозакадемии поиску и привлечению именно российских инвесторов, чтобы все оставалось у нас в России. Редактор субтитров Корректор А.Егорова